Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в Республике характеризуется по данному управления Роспотребнадзора 2305 случаями новой коронавирусной инфекции. За сутки в Республике было госпитализировано 141 человек с новой коронавирусной инфекцией. Накануне это количество составляло 137. За сутки у нас выздоровело 410 человек, накануне выздоровело 539 человек. Несмотря на увеличение количества вновь уявленных случаев коронавирусной инфекции, скорость распространения инфекции у большинства заболевших регистрируется легкое течение заболевания, сходное с острыми респираторными заболеваниями. Тем не менее, это не означает, что мы должны потерять свою бдительность и, соответственно, более легче относиться к тем мерам ограничительного характера, которые установлены указами главы Республики Сахая-Кутя и, соответственно, нормами собственной безопасности относительно здоровья. Конечно же, прежде всего, то, что у нас происходит, оно обусловлено и в первую очередь необходимостью вакцинации против коронавирусной инфекции. Сегодня вакцинация на территории Республики продолжается. Необходимо также, я не устану повторять, необходимо проходить через полугодовую ревакцинацию. Сегодня первым компонентом у нас привито 570 016 человек. Это практически 80% взрослого населения Республики. Ревакцинацию прошли 122 674 человека. Уважаемые жители Республики Сахая-Кутя, медицинские учреждения Республики Сахая-Кутя в целом работают в режиме повышенной готовности. При возникновении признаков острых респираторных заболеваний вы имеете возможность и доступность тех медицинских учреждений, которые у вас работают на территории района. По вызову 122 вы имеете возможность вызвать врачей на дом. Кроме того, вы вправе прийти в любой и пройти через, если у вас нет высокой температуры, прийти на амбулаторный прием в городе Якутске, во всех поликлиниках города Якутска, так же, как и во всех медицинских учреждениях Республики Сахая-Кутя. В каждой поликлинике прием одномоментно, одновременно ведут по 4-5 врачей. Кроме того, сейчас в городе Якутске, а в последующем и в районах Республики будут разворачиваться дополнительные центры амбулаторного приема. Так, дополнительный центр амбулаторного приема лиц, которые имеют, соответственно, признаки острого респираторного вирусного заболевания, работают в спортивном комплексе «Триумф», где работает на настоящий момент 40 врачей. Во всех поликлиниках города Якутска сегодня увеличено количество операторов до 50. Это те наши службы сопровождения, такие же граждане Республики, как и мы с вами, горожане, у которых есть и дети, и есть своя работа, и есть свои эмоции. Поэтому, дозваниваясь до оператора, с вами всегда спокойно и разумно объясняют, как действовать дальше. В единой службе горячей линии 122 работают 50 операторов. Вчера нагрузка на этих операторов составляла 7702 вызова. Вообще, в целом, по республике в смену работают до 100 операторов. Сегодня мы увеличили также количество вызовных бригад до 252 по городу Якутску. Аналогичные действия принимаются и в районах нашей республики. Наиболее сложной ситуацией сегодня и является ситуация в Мегино-Кангаласском и Хангаласском районах. В них работают выездные бригады Министерства здравоохранения для оказания методической помощи. Сегодня в 17.00 во Дворце детства начнется вакцинация детей с 12 до 17 лет против новой коронавирусной инфекции. Это первый этап вообще вакцинации. Соответственно, вакцина поступила на настоящий момент в ограниченном количестве. Для записи на вакцинацию необходимо детей, необходимо перед приходом в Дворец детства записаться, обратиться в поликлинику и к своему участковому педиатру. В каждом случае решение о вакцинации несовершеннолетней. Будет приниматься врачом при наличии письменного согласия родителей. Соответствующую работу уже провели дети сотрудников медицинских учреждений, работающих в красной зоне, которые имеют соответствующий приоритет, как и при любой вакцинации, в целях того, чтобы нам затем в последующем оставались медицинские работники в строю для оказания нам медицинской помощи.